Доктор Мартин Ллойд Джонс Нагорная проповедь Глава 4. Блаженный нищий духом Итак, мы переходим к рассмотрению первого блаженства. Как я уже сказал на нашей последней лекции, неудивительно, что именно это благословение поставлено первым в общем ряду и является, как я надеюсь вам показать, ключом ко всем остальным. Без сомнения, эти блаженства перечислены в определенном порядке, и наш Господь сделал это не случайно. Здесь имеет место то, что можно назвать духовной логической последовательностью. И это благословение стоит первым по той причине, что без него нет входа в Царство Небесное или Царство Божие. В Царстве Божием все нищие духом. Это самая характерная черта христианина, гражданина Царства Божия. А все другие черты в определенном смысле вытекают из нее. Как мы увидим далее, это свойство предполагает опустошение, тогда как остальные свойства отображают проявление полноты. Мы не можем наполниться до тех пор, пока не будем опустошены. Мы не можем наполнить мехи новым вином, пока не выльем из него остатки старого. Другими словами, чтобы наполниться новым содержимым, мы должны сначала освободиться от старого. В Евангелии всегда присутствуют эти два аспекта – падение и возвышение. Вы наверняка помните слова старца Симеона, сказанные им в тот момент, когда он взял на руки младенца Иисуса. «Все лежит сей на падение и на восстание многих» Евангелие от Луки, 2 глава, 34 стих. Прежде чем подняться, нужно сначала опуститься. Важнейшая истина Евангелия заключается в том, что обращению должно предшествовать обличение. Евангелие Христово всегда сначала осуждает, а потом уже освобождает. Это очень важно. «Нет более совершенного теологического и доктринального выражения истины об оправдании по вере, чем утверждение «блаженный нищий духом, ибо их и только их есть Царство Небесное». Это основополагающий принцип всего учения о Царстве. Более того, данное утверждение помогает нам исследовать самих себя в свете всей Нагорной проповеди. Оно категорически опровергает идею о том, что мы можем своими силами выполнить ее требования. И лишает смысла все рассмотренные ранние взгляды, согласно которым Нагорная проповедь представляет собой всего лишь новый закон или конституцию, регламентирующую государственную жизнь. Такое осуждение сегодня встречается очень редко, но в начале нашего века оно было весьма популярным. Тогда любили говорить о построении царства посредством выполнения заповедей Нагорной проповеди. Люди думали, что Нагорная проповедь – это политическая программа, которая при наличии хорошей рекламы может быть реализована в жизни. Этот взгляд не только опасен, но и представляет собой полное отрицание самой проповеди, начинающейся с фундаментального утверждения – блаженный нищий духом. Другими словами, наш Господь как бы говорит – перед вами горная вершина, на которую вы должны взойти, высота, которую вы должны покорить. Но в первую очередь вы должны понять, что не можете это сделать сами, своими силами. Таким образом, любая попытка покорить ее будет означать, что вы не сознаете своей беспомощности. Подобная трактовка в корне опровергает взгляд, согласно которому Нагорная проповедь представляет собой программу, предназначенную для практического осуществления в жизни всеми людьми без исключения. Прежде чем перейти к более глубоким рассуждениям, давайте обратим внимание еще на один аспект. Некоторые люди утверждают, что этот стих следовало бы перевести таким образом – «блаженны в духе нищие». Они пытаются обосновать такую интерпретацию параллельным отрывком, записанным в Евангелии от Луки 6 главе 20 стихом, где мы читаем «блаженны нищие» и где ничего не сказано о духе. По английскому тексту Библии короля Якова, примечание переводчика. И на этом основании они делают вывод, что бедность – это чуть ли не достоинство. Но это, конечно же, совершенно неверно. В Библии нигде не говорится о том, что бедность сама по себе полезна или хороша. Человек бедный ничуть не ближе к Царству Божьему, чем человек богатый, если оба они неверующие. Бедные не имеют никаких преимуществ или льгот, и бедность вовсе не гарантирует духовности. Ясно, что данный отрывок не дает оснований для подобных выводов. И если вы рассмотрите весь отрывок Евангелия от Луки 6 главы, то я думаю, что вам станет ясно, что наш Господь под словом «нищие» подразумевал людей, неодержимых духом мира сего, то есть не надеющихся на свое богатство. Надежда на богатство – вот это осуждается. И, конечно же, есть множество бедных людей, которые также надеются на богатство и деньги, как и богатые люди. Они думают «вот, если бы я имел то-то и то-то», и очень завидуют тем, у кого все это имеется. Итак, если люди пребывают в таком состоянии, они, конечно же, неблаженны. Поэтому бедность сама по себе не дает никаких преимуществ. Я должен был остановиться на этом толковании, потому что многие католические теологи и их коллеги-англиканцы очень злоупотребляют данным стихом. Они рассматривают его как призыв писания к добровольному отказу от богатства и считают своим покровителем святого Франциска Осисского, который, по их мнению, достиг максимального блаженства в этом смысле. Они заявляют, что это блаженство дается только тем, кто добровольно стал нищим и раздал все свои богатства. Покойный епископ Гор в своей книге, посвященной Нагорной проповеди, учит тому же. Это типично католическое толкование данного стиха, но, как я уже отметил, оно явно извращает Писание. Наш Господь здесь имеет в виду дух, духовную нищету. Другими словами, это отношение человека к самому себе. Важно именно это отношение, а не то, насколько человек богат или беден. Итак, здесь мы имеем удачную иллюстрацию одного из великих принципов, о которых мы упомянули ранее. Мы говорили о том, что блаженство наиболее ярко показывает существенную разницу между неверующим и христианином. Мы увидели, что между этими двумя царствами, царством Божиим и царством мира сего, лежит непреодолимая пропасть. И, наверное, не существует более четкого утверждения, которое бы так подчеркивало данное различие, чем утверждение «блаженный нищий духом». Позвольте мне остановиться на этом контрасте. Мир сей не только не восхищается этим свойством, но и ненавидит его. Данное утверждение в корне противоречит духу мира сего, который культивирует самоуверенность, самонадеянность и самодостаточность. Какие выводы можно сделать из произведения литературы? Если вы хотите чего-либо добиться в мире сём, поверьте в свои силы и в самого себя. Эта концепция властно доминирует в умах наших современников. Я бы сказал, что эти идеи управляют всей жизнью вне Церкви Христовой. Что, например, является целью рекламы? Создавать видимость качества и уверенности. Если вы хотите привлечь покупателей, вы должны поступать именно так. И этот принцип действует во всех сферах. Если вы хотите подняться по служебной лестнице, вы должны делать вид, что у вас на работе всё прекрасно. И производить впечатление весьма успешного человека. Тогда люди скажут о вас. Он добьётся всего. Вот по этому закону и строится сегодня вся жизнь. Верь в себя, не сомневайся в своих силах, реализовывай свой потенциал, и пусть весь мир увидит тебя во всей красе. Самоуверенность, самодостаточность и напористость. И пребывая в таком состоянии, люди думают, что они смогут подстроить Царство Божие. Постановлениями парламента невозможно создать совершенное общество. Это полное заблуждение. Образование и знания, как таковые, не могут спасти людей, изменить их и сделать достойными звания человека. Мир сей, уповая на них, совершает трагическую ошибку. В этом же стихе мы сталкиваемся с чем-то таким, что в высшей степени противоречит мирским принципам. Страшно наблюдать, как толкуют люди это утверждение. Позвольте мне процитировать критику, с которой несколько лет назад выступил один человек, высмеивая знаменитый гимн Чарльза Уэсли «Иисус души спаситель». Хочу напомнить вам куплет, в котором есть слова. «Твое имя праведно и свято. Я, к сожалению, вовсе не таков. Я нечестив, полон злобы и грехов. Ты полон истины и благодати». Автор критики, высмеивая эти слова, вопрошает «Стал бы человек, который хочет устроиться на работу или ждет повышения по службе, заявлять своему начальнику «Я нечестив и полон греха». Это просто смешно. И этот критик говорит от имени христианства. Вы видите, до какой степени можно извратить это блаженство. Как я вам покажу далее, неважно, чего добились люди в земной жизни, важно, была ли у них встреча с Богом. И если человек в присутствии Божьем помимо нищеты Духа испытывает и какие-то другие чувства, это значит, что он никогда не встречался с Ним, то есть с Господом, по-настоящему. Вот что значит данное благословение. Не очень популярно это блаженство и в современной церкви, что я и имел в виду ранее, когда говорил об очевидном контрасте между современной церковью и церковью прошлых веков, особенно пуританской эпохи. Нет ничего более безумного в современной церкви, чем все эти разговоры о «личности». Вы обратили внимание на то, как распространена сегодня тенденция говорить о ярких личностях? Выражения типа «какая замечательная личность» стали расхожими. Трагично наблюдать, каким образом неверующие люди защищают личность. Это чисто плотской подход. Но более серьезная ошибка данной концепции заключается в том, что в ней понятие личность подменяется понятиями самоуверенность и самовыражение. Временами я замечаю тенденцию недооценивать то, что рассматривается Библией, как самая большая добродетель, а именно смирение. Однажды я слышал, как на заседании одного комитета обсуждали кандидатуру человека и говорили примерно следующее. Да, он очень хороший, но ему недостает яркости, неординарности. Таким образом, эти люди оценили то, что называется смирением. Существует тенденция превозносить такие черты, как самоуверенность и агрессивность, и оправдывать демонстрацию своей личности, продвигать себя, как сейчас модно говорить. Методы рекламы, которые сегодня все больше и больше применяются в христианстве, громко заявляют об этом. Считая труды о служении великих христианских деятелей прошлого и их биографии, мы видим, насколько они были скромны и как не хотели выставлять себя на показ. Но сейчас мы наблюдаем обратный процесс. Сегодня на первое место выходит самореклама и самолюбование. Что же ответить на это? «А мы проповедуем креста распятого», – писал апостол Павел. По его словам, пребывая в Коринфе, он находился в немощи и в страхе и в великом трепете. Он не выходил на кафедру с самоуверенным и самодовольным видом и не изображал из себя важную персону. Наоборот, люди говорили о нем. Он слаб, и речь его незначительна. Как далеко мы ушли от стандартов Писания? Увы, церковь все больше позволяет миру сему и его методам внедряться в ее среду и влиять на ее жизнь и мышление. Быть нищим духом не так популярно сегодня даже в самой церкви, как это было когда-то и как это должно быть. Христиане должны пересмотреть свое отношение к данному вопросу. Давайте не будем оценивать вещи по их внешнему виду. Давайте избегать ловушек мирской психологии и помнить прежде всего о том, что мы находимся в царстве, которое не имеет ничего общего с миром. Однако давайте рассмотрим истинный смысл этого обетования. Что же значит быть нищим духом? Но для начала позвольте мне разграничить это понятие с другими. Быть нищим духом не значит быть робким или боязливым. Не значит это и быть вялым, слабым, трусливым. Некоторые люди, избегая самоуверенности и наглости, которую мир и даже церковь навязывают в качестве атрибутов «яркой личности» в кавычках, считают, что все вышеперечисленное и есть нищета духом. Все мы встречали людей, которые всегда находятся в тени и никогда не желают быть в фокусе внимания других. Они родились такими и по природе являются вялыми, флигматичными и боязливыми. Мы уже отметили тот факт, что ни одно из перечисленных в блаженствах качеств не является врожденным. Следовательно, быть нищим духом не означает родиться таким. Давайте раз и навсегда избавимся от этой идеи. Не значит это и то, что мы должны подражать Урии Гиппу. Урия Гипп – персонаж романа Чарльза Диккенса «Давид Копперфельд», ставший символом лицемерия и ханжества, примечания переводчика. Многие именно так истолковывают нищету духом. Я помню, как однажды приехал проповедовать в один город. Встретивший меня на вокзале человек сразу же попросил мой чемодан и почти насильно вырвал его из моих рук. По дороге он сказал примерно следующее. «Знаете, я диакон той церкви, в которой вы будете завтра проповедовать. Я не имею там никакого веса. Мне досталась лишь обязанность носить вещи пастора». Он очень беспокоился о том, чтобы произвести на меня впечатление смиренного человека, «нищего духом», так сказать. Но суетливыми попытками продемонстрировать свою нищету духом он доказывал обратное. Урия Гипп – человек, который как бы хочет прославиться нищетой своего духа и тем самым доказывает, что он вовсе не смиренный. Он желает показать то, чего на самом деле у него нет. Такая опасность сегодня постерегает многих людей, хотя и не в такой степени, как раньше. Но в прошлом церковь очень страдала от этой болезни. Люди старались вырабатывать у себя соответствующее выражение лица и даже походку. Это нанесло огромный вред делу Божьему. Молодежь очень бурно реагировала на такие проявления и часто впадала в другую крайность. «Я очень далек от того, чтобы защищать особую одежду священников. Но если бы мне приходилось выбирать между ней и той, которую служители умышленно надевают, чтобы не выделяться из общей массы, то я без сомнения дал бы предпочтение первой». Однажды я слышал, как один человек описывал служителя церкви. Его очень поразил тот факт, что служитель выглядел совсем неподобающим образом. Вот что он сказал. «Этот проповедник совсем не был похож на проповедника Евангелия. Он выглядел как преуспевающий бизнесмен. Для меня внешний вид пастора не является главным показателем, но лично я считаю, что муж Божий не должен выглядеть как преуспевающий бизнесмен и не должен стараться выглядеть как все. Это свидетельствует о том, что его слишком волнует впечатление, которое он может произвести на окружающих. Но мы не должны уделять этому вопросу слишком много внимания. Прежде всего, нам необходимо заботиться о духе. Человек, который по-настоящему является нищим духом, не станет слишком много заботиться о своей внешности и о том, какое он производит впечатление. Оно всегда будет хорошим. Далее. «Быть нищим духом не значит быть и подавленной личностью». Это также очень важно. Потому что есть люди, которые согласятся со всем, что мы утверждали ранее, но нищету духом они истолкуют именно таким образом и станут доказывать необходимость подавления своей личности. Это можно лучше всего проиллюстрировать на примере литературного персонажа Лоренца. Вы, наверное, помните, как он в попытках самоуничижения и подавления своего «я» дошел до того, что сменил свое имя и взял псевдоним. Вы знаете, что он трагически погиб в автомобильной катастрофе и что из него сделали символ смирения и самоотверженности. Итак, быть нищим духом совсем не значит поступать таким образом. Это не значит менять свое имя, напоказ распинать самого себя, вырабатывать в себе другой характер или другую личность. Это в корне противоречит Писанию и совершенно не по-христиански. Такое поведение часто поражает мир сей и даже христиан, потому что они принимают его за образец смирения. У нас всегда есть искушение думать, что нищим духом можно назвать только такого человека, который приносит великую жертву или, по примеру, монахов, удаляется от повседневной жизни с ее трудностями и заботами. Но это не библейский образ жизни. Нет никакой необходимости уходить от жизни для того, чтобы стать нищим духом. Не нужно и менять свое имя. Нет, это происходит в области духа. Мы можем пойти еще дальше и сказать, что выражение «нищие духом» даже не означает смирение в том смысле, в котором мы говорим о скромности великих ученых. Вообще говоря, каждый великий мыслитель является скромным человеком. Недостаток знаний – вот что доводит до беды. Но нищета духом не имеет ничего общего со скромностью ученого, так как эта скромность вызвана осознанием собственной ограниченности в плане познания, но не всегда приводит к истинному смирению духа в библейском значении этого слова. Если все это негативные аспекты понятия «нищий духом», то каковы же позитивные? Я думаю, что лучший способ ответить на этот вопрос – прибегнуть к Писанию. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». 57 глава, 15 стих «Вот он, смиренный дух, и мы имеем бесчисленные иллюстрации его в Ветхом Завете. Это дух Гидеона, который в ответ на призыв ангела, посланного Господом, призвать его к великим делам, сказал «И племя мое в колене Монасии нам самое бедное, и я в доме отца моего младшей». Книга Судьи, 6 глава, 15 стих «Это не Урия гиб, это человек, который действительно верил в то, что он говорил, и которому сама мысль о величии и славе была чужда и невыносима». Можно привести в пример и дух Моисея, который считал себя совершенно недостойным той задачи, которая была на него возложена, и прекрасно понимал всю свою непригодность и бессилие. Тот же дух мы видим у Давида, когда он, крайне удивленный Божьим вниманием, воскликнул «Что есть Сын Человеческий, что ты посещаешь Его?» Псалом 8, 5 стих «Такое же смирение мы находим и у Исаии». Увидев видение, он произнес «Я человек с нечистыми устами». Книга пророка Исаии, 6 глава, 5 стих «Вот что значит быть нищим духом». И примеров этому в Ветхом Завете множество. А теперь давайте полистаем Новый Завет. Смиренный дух мы наблюдаем у апостола Петра, который по природе был человеком вспыльчивым, самоуверенным и напористым. Типичный пример нашего современника, исполненного уверенности и самонадеянности. Но посмотрите на Петра в тот момент, когда он по-настоящему осознал, что перед ним Господь. Он сказал «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Прочтите его слова об апостоле Павле во 2-м послании Петра, 3 глава, 15-16 стих. Обратите внимание, что он никогда не переставал быть смелым, никогда не был боязливым или застенчивым. Нет, он нисколько не изменился в этом плане. Как личность Петр остался тем же. Однако, уверовав, он стал нищим духом. Или посмотрите на апостола Павла. Он также обладал великой силой и, как разумный человек, знал об этом. Но, читая его послание, нетрудно обнаружить, что он всю жизнь вел вел великую битву со своей гордыней. Вот почему он часто упоминает слово «хвалиться». Каждый одаренный человек знает о своих способностях. Знал о них и апостол Павел. Мы читаем об этом филиппийцам 3 главе, где он говорит о своем уповании на плоть. В этом плане Павлу было чем хвалиться. Он обладал массой достоинств. Но, увидев однажды по дороге в Дамаск воскресшего Господа, он понял, что все эти преимущества – ничто иное, как ссор. И этот муж, обладавший такими великими привилегиями, явился в Каринфг, как я уже говорил, в немощи и в страхе, и в великом трепете. Это была его жизненная позиция. И, проповедуя Евангелие, он вопрошал, кто способен к сему. Если кто из людей и был способен, так это апостол Павел. Однако он чувствовал себя неспособным, потому что был нищим духом. Но, конечно же, ярче всего это проявляется в жизни нашего Господа. Он стал человеком, облегся в подобии греховной плоти, хотя он и равен Богу. Он не почел за унижение сойти с небес на землю. Он согласился жить жизнью простого человека, хотя по-прежнему оставался Богом. И что же в результате? Он говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя». И это говорит Бога человек. Он также сказал, «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Евангелие Теана, 14 глава, 10 стих. Это значит, «Я не делаю ничего, я полностью зависим от Него, от Господа». Вот так. Посмотрите на его молитвенную жизнь. Пронаблюдав за тем, как он молился и сколько времени проводил в молитвах, вы поймете, как он зависел от Бога Отца. Это образец истинного смирения. Вот что значит быть нищим духом. Это значит совсем не иметь гордости, самоуверенности и надежды на свои силы. Это значит полностью осознавать свою негодность в присутствии Божьем и неспособность что-либо создавать своими силами. Это наше ничтожество в очах Божьих. Вот что значит быть нищим духом. Я это утверждаю со всей решимостью, так как основываюсь на библейском учении. Это значит, что если мы действительно являемся христианами, то мы не будем рассчитывать на врожденные качества. Мы не будем рассчитывать на то, что принадлежим к определенному роду, не будем хвалиться своей национальностью или страной, в которой живем. Мы не будем рассчитывать на свой врожденный темперамент, на свое социальное положение и на все те таланты, которые мы получили от рождения. Мы не будем рассчитывать ни на деньги, ни на другие богатства, которыми обладаем. Не будем мы хвалиться и своим образованием, или тем, что мы окончили тот или иной престижный колледж. Нет, все это является, как сказал апостол Павел, ссором и препятствием для приобретения истинного, нетленного богатства. Мы не будем полагаться ни на какой дар или талант, которым мы обладаем, ни на разум, ни на какие-то умения и способности. Мы не будем полагаться на нашу мораль и воспитанность. Мы ни в коей мере не будем рассчитывать на то, что проживем достойную жизнь. Нет, мы будем рассматривать все это так, как рассматривал апостол Павел. Вот это и значит быть нищим духом. Необходимо полностью освободиться от упования на все вышеперечисленное. Я повторяю, что мы должны чувствовать себя никем и ничем, взирать на Бога в полном повиновении Ему и в полной зависимости от Него, от Его благодати и милости. Это значит пережить в какой-то мере то, что пережил Исаия. Помните его слова? «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». Вот подлинная нищета духом. Когда мы конкурируем с другими людьми в мире сём, мы говорим, «Ну что же, я дам им достойный ответ». В каком-то смысле это может быть и правильно, но познав Бога, человек обязательно почувствует себя мёртвым, как это произошло с Иоанном на острове Патмос. Все мы должны так чувствовать себя в присутствии Божьем. Всякий плотской дух должен быть удалён от нас, потому что он является не только духом ничтожества и немощи, но и духом греха и безумия. Давайте же зададим себе следующие вопросы. Похож ли я на этих библейских героев? Можно ли сказать обо мне, что я нищий духом? Что я думаю о себе в присутствии Божьем? Как я живу, что я говорю, о чём я молюсь, о чём размышляю? Как глупо гордиться тем, что нам досталось совершенно случайно и к чему мы не приложили никаких усилий. Как глупо гордиться тем, что не представляет истинной ценности, и в день оной, когда мы предстанем пред Богом, будет сочтено засор. О, бедные мы люди! Слова гимна Лаватера прекрасно выражают эту истину. Пусть моё я умаляется, и Иисус Христос возрастает во мне. Как же человек становится нищим духом? Для этого не нужно сосредотачиваться на себе и пытаться что-то изменить. В этом заключалось заблуждение монахов. Эти несчастные люди в своём желании достичь нищеты духа старались удаляться от людей, умерщвлять свою плоть. Нет и нет. Чем больше вы будете пытаться это делать, тем больше будете зацикливаться на себе. Чтобы стать нищим духом, нужно смотреть не на себя, а на Бога. Читайте Библию, в которой говорится о Нём. Читайте Его закон. Старайтесь угождать Ему. Размышляйте о Нём. Также необходимо смотреть на Господа Иисуса Христа и видеть Его таким, каким Он представлен в Евангелиях. Чем больше мы будем делать это, тем понятнее нам станет реакция апостолов, которые, глядя на Него и Его дела, просили Его, умножь в нас веру. Их вера, и они это знали, была ничтожной и слабой. Они думали, что уже достигли кое-чего, так как научились изгонять бесов и проповедовать Слово Божье. Но на фоне Иисуса они увидели всю свою ничтожность и стали молить Учителя укрепить и умножить их веру. Устремляйте свой взор на Христа. И чем больше вы будете взирать на Него, тем сильнее почувствуете всю беспомощность и нищету Духа. Не прекращайте смотреть на Него. Смотрите на святых. Смотрите на тех людей, которые исполнены Святым Духом и являются Его орудиями. Но прежде всего смотрите на Него, на Господа. И тогда вам нечем будет хвалиться, так что вы станете нищим Духом. Невозможно взирать на Него и не ощущать при этом своей полной никчемности и нищеты. Таков, как Есмь, протянутой рукой, кресту я льну истерзанной душой. Бедные, беспомощные, нагие и несчастные. Вот мы какие. Но Он есть Тот, Кто имеет всё. Агнец Божий, Ты есть Тот, Кому я постоянно прихожу. Всё, что нужно мне, Тебе я нахожу. Дорогие друзья! Сотрудники Капли Сота подготовили этот материал специально для вас. Все медиафайлы вы можете найти на мобильном приложении Капли Сота, где мы регулярно публикуем новые аудиоматериалы. Капли Сота. Капли Сота. Капли Сота.